МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Матвея Просин. И сегодня мы расскажем, какое наказание получил мужчина, обвиняемый в убийстве таксиста в сентябре прошлого года. В свечающем связи являлся активным способствием, я воспоминный и признаю свои вины. А в свечающем опасность рецидивных русских войн. Покажем, зачем 34-летний нижнекамец нападал на беззащитных женщин в парке. Среди белых не отгулять, и когда так нападают, очень страшно. С детьми еще тем более же гуляем. И чем 42-летний житель Казани вызвал повышенное внимание со стороны отряда специального назначения. Об этом и не только. Прямо сейчас. Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении 27-летнего Евгения Петрова. Печальную славу он получил в сентябре прошлого года, когда убил таксиста в Высокогорском районе, а затем, забрав автомобиль, разбил его и попал в аварию. Как объяснял произошедшее подсудимый, какое наказание вынесут, знает Айрат Назипов. А вину вы признали в своем? На судебном заседании 27-летний Евгений Петров ввел себя спокойно и не отвечал на вопросы журналистов. За плечами этого, казалось бы, тихого парня уже три судимости. Судили его за кражи и грабеж. Выводов из прошлых ошибок он для себя, видимо, не сделал. По материалам уголовного дела, в сентябре прошлого года ныне подсудимый обокрал своего спящего знакомого, с которым вместе выпивал. Забрав у того золотую цепочку, браслет и телефон, сдал все имущество в ломбард за 30 тысяч рублей. Спустя несколько дней пришло понимание, что деньги нужно вернуть. И, как полагается сторона обвинений, он придумал, как это сделать. Вечером 17 сентября прошлого года злоумышленник вызвал такси через приложение и поехал в гости к подруге на Мадыжский тракт. Вскоре на том же такси он вместе с подругой поехали якобы в Уфу, но перед этим Евгений Петров попросил водителя заехать на сухую реку, объяснив, что нужно встретиться с друзьями. По пути туда пассажирка попросилась в туалет. Машина остановилась возле лесопосадки. В тот момент таксист и пассажир остались наедине, после чего последний выхватил заранее приготовленный нож. Как доказала сторона обвинения, Евгений Петров нанес своей жертве не менее 9 ударов ножом. Мужчина выбрался из салона автомобиля. Пройдя 10 метров, он упал и вскоре скончался. Тело убитого таксиста обнаружили лишь спустя двое суток. После убийства Евгений Петров усадил свою напуганную подругу в машину таксиста и отвез в Волжск. Девушке удалось сбежать из злоумышленника. И когда она приехала в город Казань, то сразу позвонила в полицию, рассказала о случившемся. В этот момент злоумышленник, увидев, что его подруга сбежала, он на машине потерпевшего стал добираться до Казани, при этом находился в состоянии алкогольного обвинения, совершил по дороге дорожно-транспортное происшествие, машина перевернулась и добирался до Казани он уже на такси. Молодой человек приехал следом за девушкой к ней домой, а спустя пару минут к ним присоединились полицейские, которые и задержали подозреваемого. В итоге Евгения Петрова обвинили по статьям кража, разбой и убийства. В заключающем обстоятельстве являлся активным способством, я воспоминный, мы признаем своей вины. От заключающего опасность рецидивных преступлений. И хотя подсудимый признал свою вину, он отмечал, что якобы нож он нашел в салоне автомобиля, а конфликт спровоцировал сам таксист. И убивать он его не хотел. Впрочем, суд в эту версию не поверил. Назначить Петрову Евгению Николаевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Родственники убитого не стали подавать иски о взыскании компенсации в рамках уголовного дела. Будет ли обжаловать приговор прокуратура, пока неизвестно. А вот адвокаты подсудимого намерены подать апелляцию. Айрат Назиф, Наиль Абдулин, Вызов 112. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи жителя Казани Игоря Денисова. Будучи 17-летним подростком, в 2003 году он ушел из дома на заработки и не вернулся. Матери сообщил, что планирует скрыться от призыва в армию и объявится, как только пройдет его призывной возраст. С тех пор о местонахождении парня ничего не известно. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, стражи порядка просят позвонить по телефону, указанному на экране. Тело 72-летнего мужчины обнаружили рыбаки в прибрежных камышах на реке Волги вблизи жилого массива займища. Он уехал на рыбалку и пропал еще пять дней назад. Тогда же перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились по единому номеру экстренных служб 112. С помощью местных жителей спасатели нашли тело и доставили его на берег. Их причины трагедии выясняются. Только за прошедший месяц на водных объектах Казани утонули пять человек. Беспощадные средь бела дня в Нижнекамском парке семья мужчины нападал на женщин и носил мудары ногой. Жертвами стали беременные девушки и женщины с маленькими детьми. Что стало причиной такого поведения и чем все это закончилось, выясняла Алия Харудинова. На кадрах видно, как мужчина подкрадывается сзади к многодетной матери и со всей силы пинает женщину. Все происходит на глазах у ее детей и посетителей парка. Испугавшись, Нижнекамка пытается убежать, но предполагаемый злоумышленник вновь нападает и наносит один за одним удары ногой. Еще одной жертвой нападавшего стала 25-летняя беременная девушка. На помощь к ней пришел прохожий. Он пинал ногами, получается, ногой меня по левой части ноги. Там по бедру в основном несколько ударов нанес. Но я уже пришла в себя, уже сейчас чувствую себя более-менее нормально. Все равно уж как-то страх и стресс это все сказывается. На этом мужчина не остановился. В оживленном месте средь белой дня он пинал проходящих женщин. Одна из них обратилась к охранникам парка. После этого нападавший был задержан. Среди белых дня гулять. И когда так нападают, очень страшно с детьми еще, тем более же, гуляем. Очень страшно. Задержанным оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Своё поведение мужчина объяснил неприязненным отношением к представительницам прекрасного пола. Теперь за содеянное ему придется ответить по закону. Олега Ирудинова, Айгуль Яблонская, Фахри Исламов, Вызов 112. Директора одной из казанских школ попалась на взятки. По версии следствия за прием ребенка в первый класс 53-летняя женщина потребовала у родителей 25 тысяч рублей. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. 2 июля после получения денежных средств женщина была задержана. Следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении возбуждено уголовное дело по статье получения взятки. Причат в совершении преступления она признала частично. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избраны меропрещения в визе домашнего ареста. Женщина с младенцем на руках вызвала подозрения у жителей села Песчаной Квали в Лаишевском районе. Посчитав, что незнакомка ведет себя неадекватно, сельчане вызвали на место полицейских. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у нее около 4 граммов синтетических наркотиков. 33-летняя жительница Чувашской республики отказалась от прохождения медицинского освидетельствования и отрицала свою причастность к хранению запрещенных веществ. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сотрудники опеки и попечительства администрации Лаишевского района изъяли полуторамесячную девочку у матери и поместили ее в детскую больницу. Установлено, что женщина не живет по месту регистрации, ведет бродяжнический образ жизни, нигде не трудоустроено. Молицейские Казани при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что последний выращивал марихуану в своем саду. Как проходило задержание, в каком объеме садовод добыл незаконный урожай? Ответы на эти вопросы в репортаже Айгуль Бодрудиновой. Таких гостей в своем саду мужчина явно не ждал. Видимо, надеялся, что о его урожае никто не узнает. Как выяснили полицейские, 42-летний мужчина выращивал в теплице марихуану. Урожая действительно было много. Полицейские изъяли кусты конопли массой больше одного килограмма. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Айгуль Бодрудинова, Айрат Назипов, ВЗ-112. Казанские автоинспекторы не бросили в беде пассажирку такси, которой стало плохо. За помощью к старшему лейтенанту Линару Сабирову и младшему лейтенанту Айдару Абубакирову обратился таксист. Он пояснил, что его пассажирка жалуется на сильную боль в животе, ей срочно необходима медицинская помощь. О произошедшем сотрудники ГИБДД сообщили в дежурную часть и отвезли девушку в ближайшую больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин